Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о решении, которое приняло Народное собрание. Были внесены сегодня изменения в избирательный кодекс ГГУЗИ, которые предусматривают, что дальше Центральная избирательная комиссия ГГУЗИ, Центральная избирательная комиссия автономии будет работать не на постоянной основе, как она работает сейчас, с 2015 года, а дальше будет работать на временной основе, только на период избирательной кампании или избирательного периода, как это было до 2015 года. О том, как это повлияет на взаимоотношения Центрального главного избирательного органа страны, Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и местного регионального автономного избирательного органа, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. У нас на связи по скайпу Павел Пустико, вице-председатель Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Господин Пустико, приветствую вас. Добрый день. Ну, во-первых, благодарю, что пришли к нам в эфир. Ну, вкратце, да, буквально сейчас, я так понимаю, полчаса назад, до того, как мы записываем этот эфир с вами, Народное собрание приняло поправки в избирательный кодекс ГГУЗИ, где предусматривают, что Центральная избирательная комиссия ГГУЗИ будет работать на временной основе. Почему я пригласил вас в сегодняшний эфир? Потому что, во-первых, хотел бы услышать вашу оценку этого, и повлияет ли это каким-то образом на те поправки, которые были внесены в Кодекс о выборах Республики Молдова, которые предусматривают, что в определенной степени Центральная избирательная комиссия Молдовы будет участвовать в организации проведения выборов Башкана и выборов Народного собрания. Это то, чего, признаюсь честно, многие ждали, те, кто хотят обеспечения честных и свободных выборов. И вот теперь, с учетом вот этого решения Народного собрания, это повлияет каким-то образом на, скажем так, возможность Центральной избирательной комиссии Республики Молдова влиять на избирательные процессы в ГГУЗИ? Ну, не влиять, а участвовать в организации проведения выборов Башкана и выборов Народного собрания? Ну, было несколько составляющих вопросов, поэтому я начну, наверное, с первого из них, которые касаются самих изменений. Лично с моей точки зрения эти изменения не должны были быть приняты, потому как мотивация принятия вот этих положений для меня лично немного не очень-то ясна. Во-первых, насколько я посмотрел и ознакомился с материалами данного законопроекта, они больше всего касаются финансирования, то есть, что якобы недостаточно финансовых средств для поддержания и постоянного обеспечения Центральной избирательной Советы ГГУЗИ. Но хочу сразу же уточнить тот факт, что когда работали над изменением в избирательный кодекс Республики МОДО, предложение, которое было согласовано технически между участниками рабочей группы, на первом этапе было то, что текущее финансирование Центрального избирательного совета ГГУЗИ будет производиться из государственного бюджета, из бюджета Центральной избирательной комиссии Республики МОДО. То есть, давайте остановимся чуть-чуть подробнее, если можно раскрыть скобки. Я прочитал, там на самом деле, как это называется, мотивация или как это, пояснительная записка к этому законопроекту, она очень короткая, там буквально одна страница, если я не ошибаюсь, или полторы, и там основной мотив, который я видел, это то, что главный мотив сэкономить деньги, и второе, было очень много нареканий на деятельность Центральной избирательной комиссии ГГУЗИ. Ну, согласно кодекса выборов, это Центральный избирательный совет этого ГГУЗИ, да. Но они не представляют, имеется в виду, в Народном собрании не представляют ни одного факта нарушения, ни какого-то отчета, который указывал бы на то, что деятельность Центрального избирательного совета ГГУЗИ не подтверждается, что она неэффективна, и много нарушений, и так далее. Как с этим быть? И второй вопрос, как бы, с какого года Центральная избирательная комиссия Республики Молдова или Центральный бюджет Республики Молдова брал на себя финансирование Центрального избирательного совета ГГУЗИ, начиная с 2024-го или уже берет? Потому что в этом случае аргумент о том, что мы сэкономим деньги, он не работает, потому что и в том, и в другом случае деньги автономии не тратились бы, тратились бы деньги Центрального бюджета, я правильно понимаю? Кодекс о выборах, новый кодекс о выборах вступил в силу 1 января 2023 года. Поэтому если текущее финансирование было бы обеспечено со стороны Центральной избирательной комиссии из государственного бюджета, значит, это положение вступило бы в силу с 1 января 2023 года. Но хочу обратить внимание, что когда мы работали над этими предложениями, именно со стороны депутатов Народного собрания и поступило настойчивое предложение изменить формулу финансирования таким образом, чтобы текущее финансирование обеспечивалось со стороны Народного собрания, то есть бюджета ГГУЗИ и только то, что касается организации выборов национальных, местных, парламентских, президентских и референдумов, чтобы было финансировано со стороны государственного бюджета посредством бюджета Центральной избирательной комиссии. То есть тогда вот эта формула была изменена. Поэтому для меня спустя год радикальное предложение, что давайте мы не изменим постоянность, то есть то, что всегда рекомендовали все международные наблюдатели в отношении избирательных органов, то есть постоянное действие их, только, вот скажем так, финансированием, это для меня неубедительно. Я прошу прощения, но я вас не слышу. Я вижу, что вы говорите, но я вас не слышу. Нет. Акума, Павел, Сяуди? Да. Акума. Да. Окей, давай. Господин Пустик, уточняющий вопрос, извините, опять же. То есть изначально вы предлагали, когда вы работали над новым кодексом о выборах и предлагали изменения, связанные в том числе и с выборами в ГАГУЗИ, то есть я так понимаю, что вы предлагали, вы, я имею в виду Центральный избирательный комиссия Республики Молдова, предлагали взять на себя финансирование Окружного избирательного совета по АТО, ГАГУЗИ? Центральный избирательный. Центральный избирательный совета ГАГУЗИ, да. Да. И депутаты Народного Собрания отказали в этом, я правильно понимаю? Да. А теперь они приходят и говорят, что у них нет денег, они хотят сэкономить денег. Так это же была возможность сэкономить деньги, получается. Поэтому я и говорю, что для меня финансовая сторона неубедительна. Хорошо, тогда второй уточняющий вопрос. Если бы сейчас депутаты Народного Собрания пришли к Центральной избирательной комиссии Республики Молдова и сказали, смотрите, у нас нет денег, ниоткуда брать деньги, и попросили бы Центральную избирательную комиссию Республики Молдова изыскать средства и взять на себя финансирование Центрального избирательного совета ГАГУЗИ, Центральная избирательная комиссия пошла бы на это или нет? Я думаю, да, но в текущем положении сейчас, когда мы уже одобрили бюджет, это будет сложновато, чисто с технической стороны. И, естественно, политическая сторона. Потому что тогда, когда мы работали над проектом Кодекса выбора Республики Молдова, нужно очень четко сказать, что тогда Центральная избирательная комиссия подготовила совместно с коллегами из ГАГУЗИ, скажем так, 10 основных пунктов, которые вошли бы в основные положения, которые должны быть уточнены в Кодекс о выборах и которые, скажем так, принципиальны. И вот это было одно из принципиальных. Нам, если честно, нам с трудностью удалось убедить депутатов парламента Республики Молдова, чтобы они принципиально согласились с таким предложением финансирования. Но уже после того, как они все-таки, нам удалось их убедить, то есть рабочую группу, которая работала над Кодексом, нам удалось их убедить. Но когда мы пришли в ГАГУЗИ и работали с коллегами из Народного собрания, они высказались в противоположную сторону. Поэтому, если честно, в Кишиневе тогда, наверное, вздохнули с облегчением. Потому что финансовые средства это есть составляющая, она должна быть уточнена. Я не думаю, что это концептуальный вопрос сейчас, но именно сейчас, в декабре 2023 года, решать этот вопрос, я думаю, что это просто неправильно. Поэтому для меня лично чисто финансовая составляющая, это неубедительно. Наверное, нужно искать ответы в других плоскостях. Я, допустим, для себя ответ нашел. Я не прошу вас комментировать, но с моей точки зрения очевидно, что депутат или автор этого законопроекта, а его автором является представитель Народного собрания Дмитрий Константинов, очевидно, не хочет, чтобы Центральная избирательная комиссия Республики Молдова хоть каким-либо образом участвовала в организации проведения выборов Башкана и выборов Народного собрания. Потому что с 1 января 2024 года, по тому закону, который был принят, и по новому избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия участвует в таких вопросах, как мониторинг за финансированием избирательных компаний. Правильно я понимаю? Это один из таких ключевых аспектов, которые вы будете дальше отслеживать. И понятное дело, что, учитывая то, что происходит в Гагаузии сейчас, то, как покупаются выборы налево и направо, очевидно, нет желания ни у кого здесь в Гагаузии, чтобы вы, имеется в виду Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, хоть каким-то образом вмешивалась, монетаризировала, выявляла что-то и так далее. Ну, это, опять же, мое мнение, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Я не смогу точно сказать, что это имеет право на жизнь или нет, но хочу отметить тот факт, что в соответствии с законодательством Республики Молдова все положения нормативных актов, которые одобряются Народным собранием, они не должны противоречить Центральному законодательству, то есть законодательству Республики Молдова. Сейчас в Кодексе о выборах Республики Молдова прописано то, что Центральный избирательный совет Гагаузии действует на постоянной основе. Поэтому я еще хочу сказать, более того, хочу сказать, что эти положения и эти нововведения были приветствованы Венецианской комиссией, когда она делала заключение по поводу Кодекса о выборах. То есть вы имеете в виду нововведения, которые вывели в Кодексе о выборах? Да. А не те, которые были приняты сегодня? Просто уточняющий вопрос. Да, естественно. Поэтому, хотим мы того или нет, но в Республике Молдова существует верховенство права. Поэтому те положения Кодекса о выборах Республики Молдова, которые сейчас действуют на территории Республики Молдова, они применимы и к выборам, которые будут проходить в Гагаузии. Естественно, с теми изменениями или положениями, которые Народное Собрание захочет их принять. Но они в любом случае должны соответствовать вот этим положениям Кодекса о выборах Республики Молдова. То есть подождите, получается, что если Народное Собрание, вот оно сегодня приняло эти поправки, эти поправки, допустим, войдут в силу? В первом чтении, насколько я понял. Ну да, первое чтение, но я думаю, что они пойдут и на второе. То есть как бы тут у меня, окей, предположим, они принимают второе чтение. Они принимают второе чтение, эти поправки вступают в силу, в случае, если их никто не опротестовывает, в данном случае я имею в виду канцелярия. То получается, понимаете, получается коллизия. Согласно Кодекса о выборах Республики Молдова, на территории Гагаузии действует постоянно действующий окружной избирательный совет или Центральный избирательный совет по АТО Гагаузии, который в том числе, согласно Кодексу о выборах, участвует, организует выборы Башкана и выборы в Народное Собрание. И если Народное Собрание принимает поправки, согласно которым действует постоянно действующая комиссия, то они должны пойти на расформирование этого постоянно действующего Центрального избирательного совета. И получается, что будут два параллельных органа, временно действующие и постоянные. Это коллизия, получается? Это тупик, нет? Я просто не понимаю, что это. Я думаю, что в конечном итоге коллеги из Народного Собрания Гагаузии более внимательно подойдут к этому вопросу. И, естественно, мы можем говорить очень много о верховенстве, о независимости, о кто и каким образом имеет право, правообладание над чем или как. Но технически мы должны подходить с той стороны, что стабильность избирательного процесса и постоянность действия избирательных органов – это основополагающие, скажем так, камни вот этого фундамента корректного избирательного процесса. Поэтому я не думаю, что коллеги будут учитывать тот факт, что, во-первых, мы должны четко осознавать, что такие изменения помогут или могут фактически каждый раз изменять состав избирательного органа, который организует выборы. Тебе не понравилось, как в прошлом они организовали, кто-то организовал выборы, значит, до свидания, возьмем следующих, которые, возможно, будут более лояльными и будут организовывать выборы так, как… – Ну, правильно, потому что они сейчас берут на себя… – Надеются получить те результаты, которые… Ну, это неправильный подход. Нравятся или не нравятся результаты выборов не связаны, не должны быть связаны с полномочиями центральной избирательной комиссии. Стабильность любого мандата – это не относится только к, скажем, центральной избирательной комиссии или Центрально-избирательному совету ГАГУЗи. Стабильность мандата, оно именно для того, чтобы ты имел гарантию того, что то, что ты делаешь, ты за это не будешь… – Наказан. – Не то, что наказан, а снят с должности. – Ну, просто они упрощают… Они сейчас пытаются упростить и процедуру снятия… – Да, фактически упрощается процедура снятия с должности неудобных членов Центральной избирательной комиссии. То есть я больше в этой плоскости вижу, если честно. – Ну, хорошо. А что делать дальше с окруженным избирательным советом? Он будет существовать согласно кодексу выборов Республики Молдова. – Конечно. – И он не сможет организовать процесс выборов Башкана и процесс выборов Народного собрания, а будет только для выборов парламента, президента и местных выборов. Так получается или как? – Я не хочу заходить так далеко. Я надеюсь, что коллеги пересмотрят. И та формула, которая в принципе сейчас есть… Я, если честно, не знаю, если все члены Центральной избирательной комиссии в Настоящее Центрального избирательного совета ГГУЗИ в настоящее время работают на постоянной основе. Насколько мы предложили, то есть как минимум секретарь и председатель Центрального избирательного совета должны действовать на постоянной основе. В дальнейшем набор дополнительных, что в отношении региональных выборов, что в отношении национальных выборов, оно дополняется непосредственно уже в избирательный период. То есть как минимум из этой формулировки, я думаю, что должны исходить и коллеги из Народного собрания. Потому что возникает риск, что если эти положения будут приняты в таком виде, который я видел в проекте, возможно, они будут опротестованы. А их может опротестовать Центральная избирательная комиссия Республики Молдова или нет? Нет, потому что Центральная избирательная комиссия не является стороной процесса. Окей, следим за ситуацией, посмотрим, что будет дальше, примут ли они во втором чтении и посмотрим, как будут действовать заинтересованные стороны и стороны процесса. Господин Пустико, благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и прокомментировали ситуацию. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Всех благ.